МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово «Миссия» мне не хочется употреблять, я просто хотел бы в двух словах рассказать, что это такое. Это спектакль детский, музыкальный, основан на хорошей литературе по мотивам Киплинга Маугли. Мы переписали немножко на сегодняшний день, создали историю современного мальчика, который вырывается, с одной стороны, из каменных джунглей и попадает в пространство, где еще сохранена, скажем так, природа и отношение к природе, и отношение к тому, что есть вечные ценности. Что-то от Том Сойера у него есть? Может быть, да, может быть и так. Что-то от «Маленького принца», что, в общем, попытались туда набрать максимум всей той литературы, на которой мы сами были воспитаны. Уникальность всей этой истории в том, что участвуют дети, которые занимаются в студии творческого развития. Они сегодня открыты во многих городах России. Это ваше студии? Восемь городов, да. Студии, которые я курирую, на сегодняшний день это порядка двух с половиной тысяч детей. 120 педагогов моих коллег по всем городам занимаются этими ребятками. И занимаемся нашими актерскими дисциплинами, но не готовим артистов, не готовим ребят для поступления в театральные вузы, а просто пытаемся нашим инструментом вскрыть те, скажем, тот творческий потенциал, те возможности, которые пока еще спят в детях. Вот и все. Для того, чтобы выпустить в жизнь интересных, хороших, веселых, умных людей. Ну и когда вы с ними работаете, это какая-то потрясающая энергетика. И у вас глаза горят, и они, конечно, готовы творить. И для них это такое счастье. А как попадают детки туда, в творческую мастерству Константина Хабенского? Во всех городах по-разному. В тех городах, где мы еще продолжаем существовать на базе самой обыкновенной школы, туда попадают ребятки именно из этой школы. В тех городах, где мы переходим уже в студию городского формата, съезжаются ребятки со всего города. Конечно, там количество больше и так далее. В Екатеринбурге мы тоже попытаемся со следующего года перейти в формат городской студии большой. Это порядка 300-350 ребят смогут заниматься с местными коллегами. И вот ребята занимаются, но среди них будет выбор один, который станет тем самым главным героем. Сейчас я вам расскажу. Я закончу просто эту историю. Вот занимаются ребята из студии. В этом спектакле 60 человек. Это два состава. Получается там по 30 ребяток. Все деньги, которые... А этот спектакль планируется быть прокатным. Все деньги, которые мы будем собирать, они пойдут в помощь детям, которые борются с онкологией головного мозга в наш фонд. То есть таким образом уникальность в том, что со школьной скамьи, своим потом, энергией, желанием, ребята уже начинают участвовать в благотворительности, не умозрительной, а именно вот своими телами и умениями. Понимают, насколько важно помогать другому. Они понимают. Они сейчас это прекрасно понимают. И вот мне кажется, это настолько просто и настолько, на мой взгляд, точное попадание именно в гражданскую позицию, в будущую гражданскую позицию. Формирование определенной картины мира. То, что делается частично в Европе, в Америке со школьной скамьи, у нас не делается почему-то. Не делалось. Не делалось. Да, вот сейчас попробуем это сделать. И мне бы очень хотелось, чтобы этот спектакль, который родится в городе Казань 23 июня на фестивале Оперения, это третий фестиваль, где съезжаются все наши студийцы, чтобы он потихонечку переходил в другие города. И параллельно в восьми городах он кружился по орбите, параллельно собирал денюжки. И помимо того, что это радость и удовольствие для студийцев и для актеров, которые участвуют в этом спектакле, это еще и сбор средств и достаточное. Потому что один спектакль, по нашим подсчетам, это одна спасенная жизнь. Очень здорово. Ну и насколько я понимаю, каждый из нас прямо сейчас уже может оказывать помощь детям, участвуя в акции «Подари добро», идет голосование в интернете за какие-то творческие проекты, ребят, будь то стихи, будь то картина, будь то еще что-то. И вот как принять участие, как поставить лайк, чтобы твой лайк преобразовался в рубль, который пойдет на лечение ребенка? Ну, я думаю, что не мне объяснять. На такой платформе? Поколение.ру. Ну, зайти в интернет. Там есть официальный сайт «Поколение Маугли». И любой лайк, любой перепост, вот все, что с этим связано, это даже, я скажу, ребята знают лучше, чем я. Это один рубль в копилку уже помощи. А ребята, которые участвуют в этом проекте, выкладывают свое творчество, это для них возможность проявить себя и, может быть, их заметят? Это, во-первых, не может быть, а их заметят. Во-вторых, уже сейчас, ближе к фестивалю, будут первые результаты и финалисты. Я не знаю точно, сколько человек будет в финале, которые будут, кто-то по путевке полетит к нам, кто-то получит тот приз, кто-то получит другой приз. То есть это уже, скажем так, этапные финалисты. Насколько я понимаю, там запланирована у нас еще анимационная история, где ребята будут принимать участие как сценаристы, как художники. И мы будем делать из этого какой-то большой анимационный фильм именно по поколению Маугли, по продолжению или связанной с какими-то другими героями этой же истории. Вчера в Екатеринбурге немного к другой теме перейду. Был спектакль «Контрабас». Многие мои коллеги ходили и остались в восторге. Вот для вас эта история, она о чем? И когда вы играете героя, да, собственно, можно спорить, моно это спектакль или не моно это спектакль, но все-таки есть ли в нем какие-то черты героя фильма, который недавно прошел с большим успехом по книге Иванова? Ой, нет, тут сравнивать бесполезно и не нужно, главное. Потому что, во-первых, это разные форматы театра, кино, их даже сравнивать не надо. То есть это два разных героя? Абсолютно, абсолютно. Во-первых, разные авторы, разные, грубо говоря, странные места действия. Но объединяет только одно, что это, я очень надеюсь, что история про человека. История про человека, который занимается творчеством. Ишнет с надеждой. Пытается заниматься творчеством. История про то, как сложно в нашей профессии пытаться заниматься творчеством и осознавать в какой-то момент, что ты занимаешься не тем, что это не твое, что ты по инерции продолжаешь заниматься этой профессией, а давно уже пора было сказать, а давно уже надо было сказать себе «стоп, это не мое» и уйти. То есть он живет, это история человека, который живет не своей жизнью. К сожалению, не только в творческой профессии, но и достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что мы проживаем какую-то не свою жизнь. И вот это страшная, трагефарсовая история о том, как человек приходит к пониманию того, что он живет не своей жизнью. Ну тогда человеку нужно развиваться и участвовать в каких-то других проектах, которые могут кому-то подарить вторую жизнь, да, кого-то спасти, кому-то дать творческий импульс. Поэтому огромное спасибо за все ваши меценатские проекты. И что впереди? Вот сейчас на чем сосредоточено ваше внимание и ваш творческий проект? Сейчас я весь душой в Казани. Не побоюсь этого слова, потому что 23-го открывается третий фестиваль оперения 2014. Туда съезжается порядка 500 студийцев со всех городов, плюс педагоги, плюс гости в фестивале. Будем там чудить, веселиться. Очень плотная программа. Фестиваль откроется спектаклем «Поколение Маугли». И сейчас я сижу в Казани. Мы выпускаем, мы репетируем. У нас прогоны, у нас декорация, у нас хорошая музыка, у нас прекрасные песни. Как-то так. И вот то, что вы видите, это подготовка уже к следующему большому телевизионному проекту, который, я надеюсь, когда-нибудь покажет первый канал. Завесу тайны на мне откроется. Честно говоря, я удивилась. Сегодня открываю письмо. Вот такой закулисный момент. И пишут. Сейчас Константин выглядит так. Я думаю, господи, неужели мы не знаем, как выглядит Константин Хабенский. Но когда открыла, действительно, новый образ, новый проект, какая-то совсем другая энергетика. Я еще, при всем при том, что это может быть где-то детективная история, где-то триллер, где-то что-то еще, но я с волнением и с удовольствием буду входить в эту историю и специально готовлюсь, потому что я еще такого не делал и не пробовал. Мне кажется, это может быть что-то интересное. А может и ничего не получится, как всегда. Все получится, как всегда, собственно говоря, у вас. Спасибо большое за это эксклюзивное интервью и за то, что вы делаете. Спасибо. Мы смотрели программу «Акцент» на канале ОТВ с Константином Хабенским. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова